Для работников столовой агрокомбината «Новый шлях» Добружского района початок нового сельско-господаршего года за все-таки напруженный час. Необходно не только рыхтовать стравы, а и развозить их по палетках. У господарцы механизаторы оплошивают 30% кошту. Сегодня это 2 рублей 21 копейка. За полновартостный обед это не шмат. Правда, перед тем, как налить суп в миску, человеку пропонуют обовязково помыть руки и опрацовать их до сродка. Никто не отмавляется. Пользуются всем. Привыкли и к полотенцам, и к воде, и к мылу. Ко всему привыкли. Вы же к языку привыкли. Увага звертается на все. В акционерном товаристве Жгунская мобильная группа, оглядая покои, отпочинку на молочно-товарной ферме «Рассвет». Гэтые бытовки работники робили у основным уластными силами. Тому, кажуть, и отрымалося добро. До того ж, ее стымал относится до моемости максимально беражливо. Еще одно пытание, которое обмеркоется подчас наведывания фермы, махчимые порушения у сферы живелого доли. Непосредственно по гэтым комплексе за уваг никто не выказывая. Але у целым по области селита прокурорами районов уже заявлено 13 исков на сумму 66 тысяч рублей об компенсации страт от гибели живелы. А проча того, представники правооховных органов кажуть об выпадках, не задовольняющего захования техники, удобрения и палева. Привлекаем как и к дисциплинарной ответственности, так и к административной ответственности. По особо грубым нарушениям проводятся, в том числе и проверки в порядке Уголовно-поставленного кодекса возбудляются уголовные дела. 15-го соковика у Гомельской области обвешанный месячник безопасности у сельской господарцы. Непосредственно в Добружском районе уже выявлено около 80 порушений, основные сирот для каких отсутность спецоденния и незавседы задовольняющие бытовые умовы. Хоть в целом ситуация далека не критичная. У селя Кимрази у одрознений от початку минулого года селита у сельгазпродприемствах не зафиксованы нешастные выпадки со смиротным заходом, те тяжкими травмами. Сейчас крен пошел не нарушение со стороны должностных лиц-нанимателей, а сколько нарушение самими работниками. И вот задача именно вот этот человеческий фактор, ну как говорят, приостановить. Олег Синчаров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель и радиокомпания «Гомель», Добружский район.